Древнерусские гривны и оболы античных полисов, западноевропейские талеры и награды времен династии Романовых. Это и многое другое обсуждают участники 21-й всероссийской нумизматической конференции. Тверь местом ее проведения выбрана не случайно, ведь монеты в свое время были одними из первых экспонатов нашего краеведческого музея. Нумизматическая конференция является одним из главнейших событий для русских ученых, занимающихся изучением монет, банкнот, всевозможных наград. Тверь выбрана не случайно местом этого форума, проводящегося раз в два года. Достаточно сказать, что собрание нашего музея насчитывает около 50 тысяч всевозможных денежных единиц, выполненных из металла, бумаги и прочих материалов. Тверский музей – это один из основных музеев, который аккумулирует очень важные материалы нумизматические. Постоянно со специалистами Тверского музея идут консультации сотрудников центральных музеев. Многие из них приезжают сюда для работы с хранящимися здесь материалами, в частности с кладами. Среди участников конференции представители как таких музеев типа Эрмитажа, так и простые энтузиасты. Среди последних – Владимир Суханов. Из подмосковной Дубны он приехал с докладом о железных монетах в древнегреческих полюсах Северного Причерноморья. Такие деньги применялись очень редко и в крайних случаях. Жители греческого города Клазамены должны были выплатить наемникам 20 талантов. У них таких денег в городской казне не было. Мы не приняли решение для обращения в городе выпустить железные монеты. Эти монеты были обязательны для приема гражданам. А хорошую монету они все выдали наемникам. А Вера Гурулева ждет не дождется, когда начнется обсуждение темы византийских монет. Денежные единицы этой могущественной империи Средневековья были очень популярны на Руси. И это несмотря на то, что их вывоз был строго запрещен. Самое большое количество – это 10 век византийские монеты. 10-11 потом идет на такой спад. Но, тем не менее, под Новгородом нашли клад монет 13 века медных. Вот как он туда вообще попал – это вопрос интересный. Доклады, дискуссии, обмен мнениями продлятся вплоть до 29 мая. Именно в этот день Всероссийская нумизматическая конференция завершит свою работу. Продолжение следует...